С конца мая до конца июня в Соликамске корью переболело 12 детей и трое взрослых. Под усиленное наблюдение медиков попало 136 контактировавших с ними человек. В детской и городской больницах запретили посещение пациентов в стационарах. Началась вакцинация непривитых детей до 6 лет, а также тех, кто ранее не болел корью или не имеет сведений о прививках против кори. Корь – это вирусная инфекция, и препаратов от кори нет. И самое главное – всем понять, что, конечно, только вакцинация. Мы выйдем из этой ситуации, особенно дети до года, ревакцинация в 6 лет. И если люди попали в контакт по эпид-обстановке, конечно, надо поставить прививку. Это и другие противоэпидемические меры возымели эффект. В июле фактов заражения корью на территории нашего округа не зафиксировано. На данный момент в стационаре детской больницы карантин снят. Маленьких пациентов навещать можно. Однако в стационарах городской больницы все еще в силе июньский приказ о запрете на посещение. Исключение для родственников тяжелобольных людей. Им оформляется индивидуальный пропуск. Добавим, медики не снижают бдительность и напоминают, что массовая вакцинация – главный форпост, противостоящий разным инфекциям и возникновению эпидемии. Чтобы сдержать инфекцию, должно быть привито не менее 95% населения. Прививать надо, даже если инфекция ликвидирована, например, полимиелит. Не только ради защиты от самого заболевания, но и для того, чтобы не дать инфекции вновь поднять голову. Привитые дети при встрече с инфекцией могут или вообще не заболеть, или заболеть в легкой форме. Вакцинироваться от кори и других инфекционных заболеваний взрослые и дети могут в поликлиниках северной и южной частей города. Прививочные кабинеты можно посетить в будние дни в порядке живой очереди или записаться на порталах госуслуги или к врачу.ру. Антон Старостин, Сергей Сюзев, телекомпания Соль-ТВ.